Мы забыли свой рюкзак, оранжевый рюкзак, в тикет-офис, там, где покупали билеты. Сейчас я вам покажу, как работает парижское метро. Вот мы стоим в очереди, собираемся купить здесь билеты. Вид из окна, когда ты только въезжаешь в Париж, не самый симпатичный. А вот пришли контролеры, проверяют. Ай, без билета не зайти на самом деле. Показываю интимные места Парижа. Всем привет! Я Ольга Кулейкина, дизайнер интерьеров. И сегодня мы находимся в Париже. Мы с моим сыном приехали в Париж на выставку Мизон-Абже. Это сентябрьская выставка. На самом деле, на выставку я езжу достаточно часто, в январе. Уже, наверное, шесть раз была. А вот сентябрьскую выставку я решил посетить впервые. И мы приехали на два дня раньше на выставку, чтобы посмотреть достопримечательности. Поселились в этот раз, поселимся в отеле Парк Сен-Северин, который находится рядом с Нотр-Дам. Находится он в латинском квартале. И на прошлом видео, когда я делала съемку январской выставки, я говорила, что отель, в котором мы поселились, не самый лучший. И что я всем советую в латинском квартале. В этот раз мы будем в латинском квартале, в очень хорошем отеле, недалеко от метро. И когда мы приедем, я вам покажу. Сегодня и завтра у нас такая свободная программа. А с 8 сентября у нас уже будет посещение выставки. И посмотрим, что в сентябре показывают на выставке Мизон Абже. Обычно я ездила на такси. Видите, тут целая очередь такси. В этот раз мы хотим освоить путь на метро. Потому что я когда заказывала отель, смотрела, там прямая ветка идет из аэропорта. И я думаю, что мы очень легко доберемся. Потому что последний раз, когда мы с мужем были, из-за того, что уже была забастовка в Париже, нам пришлось ехать на метро в аэропорт, когда мы возвращались. И оказалось, что это достаточно несложно. Кстати говоря, выставка доходится недалеко от аэропорта. Поэтому на выставку мы тоже будем ездить на метро. Ну а сейчас отправимся в путь. Парижское метро посмотрим. Кстати говоря, недавно через Парижский аэропорт я летела в Америку и сняла видео там Америки. Ссылочку обязательно посмотрите в описании. Там у меня были некоторые приключения в аэропорту. Потому что приходилось пересаживаться из аэропорта Орли в аэропорт Шарль-де-Гольд. Потому что из Шарль-де-Гольд летают в Россию рейсы. Ну а вот сейчас по обычной своей схеме мы поедем в центр Парижа. Ну не совсем по обычной. Как я говорила уже, по обычной я ездила на такси. А вот сейчас я решила освоить другой путь на метро. Вот мы стоим в очереди. Собираемся купить здесь билеты. До станции метро, Сан-Мишель, Нотр-Дам. Можно на самом деле в автоматах. Я потом покажу. Но мы решили, что лучше у людей. Потому что мы, если что, еще раз что-то спросим. И наверняка купим правильные билеты. На том экране высвечивается номер окна, в котором можно будет оплачивать билеты. Загорелось седьмое окно. Девушка убежала туда, к седьмому окну. Будем ждать, какой номер нам предложат. О, номер два. Вперед. Так, мы купили билетики в кассе у девушки за 20 евро и 60 центов на двоих. На такси, на самом деле, стоит доехать в этот район порядка 80 евро. Поэтому, если вы хотите сэкономить, то можно легко, это все очень просто. Встаете в очередь, покупаете билет. И прямая ветка до отеля. Но единственное, когда вы будете выбирать отель, посмотрите, чтобы была прямая ветка. Потому что, если вы впервые будете в Париже, то там с пересадками надо будет разобраться. Ну, а вот это можно было еще купить в такой машине. Но я решила не рисковать. Сейчас мы пойдем за моей спиной в ход метро и отправимся на поезде. Конечно, большое дело в том, что мне сын помогает с чемоданами. Поэтому я решила отправиться на метро. Потому что так-то тяжеловато таскаться было бы. Сейчас я вам покажу, как работает парижское метро. Кстати говоря, подробно показывала на своих видеовлогах, как в Японии работает метро. Сейчас посмотрим, как здесь. Вот такой вот билетик. Все тут торопятся. И сейчас будем... Видите, дверки закрываются. Билетик я вставляю в это отверстие. И с той стороны должна буду его получить. Иначе будет не выйти. Все удачно получилось. Билетик выскочил. Здесь уже как-то раз была. Мы как-то ездили компанией на выставку. И у нас был такой вариант. Мы не селились в отель. А мы приехали сразу с чемоданами и поехали на выставку. Мне этот вариант абсолютно не понравился. Могу сразу сказать. Потому что, в принципе, ты уставший. Рано уже встал. Приехал в аэропорт. И дальше с этими чемоданами мы поехали на выставку. Тут недалеко, на самом деле, рядом. Но в итоге таких умников было очень много. Все с чемоданами. Там искали. Там есть, куда сдать чемоданы. Но были большие очереди. И мы бегали из павильона в павильон. В поисках места, где мы можем оставить свои чемоданы. Поэтому я два часа пробегала по выставке в поисках, где оставить чемоданы. И уже больше так не хочу. Кстати говоря, поезда называются RER. Очень комфортные. Видите, тут мягенькие такие сидушки. Удобно? Как вы видите, многие едут с чемоданами. То есть из аэропорта спокойно на поезде в центр Парижа. Здесь вот ветка показывает. Мы отсюда поедем. Аэропорт. А выставка вот Парк Дэс Экспозицион. Как-то так у них это считается. Вот эта веточка напрямую ведет. И сейчас посмотрим, где. Вот у нас Сан-Мишель, Нотр-Дам. Самое главное, когда из центра города едешь, не уехать в другую сторону. Надо смотреть, куда конечное ведет. Вид из окна, когда ты только въезжаешь в Париж, не самый симпатичный. Там такие избушки на курьих ножках, как у нас тоже в таких гремучих деревнях. Поэтому, так же, как в любом другом городе, у нас Санкт-Петербург безумно красивый город. Но есть окраины такие немножечко деревенские. То же самое есть в Париже, только теперь еще здесь засили всякой иностранщины. Вот мы поселились в этом отеле, но у нас произошла небольшая проблема. Мы забыли свой рюкзак, оранжевый рюкзак, в тикет-офис, там, где покупали билеты на трейн, на электричку. Сейчас поедем искать свой рюкзак, потому что там у меня дополнительно микрофон, зарядное устройство. И самое главное, два билета на выставку Мизон Абже. Попробуем купить в автомате билеты, потому что мы возвращаемся опять в аэропорт, искать наш рюкзак Шар-де-Голь. Как видите, метро здесь не очень красивое и не такие безопасные, как в Японии. Помните, я показывала в своих влогах японских, что там есть такие ограждения для безопасности? Здесь ограждений нет, все такое черненькое, некрасивое. Так, ну вот, мы сейчас ожидаем наш поезд. Аэропорт Шарль-де-Голь. И главное не ошибиться, не уехать сюда. А вот пришли контролеры, проверяют билетики. Мы билетик свой показали, у нас все в порядке, видите там. Причем мы когда ехали из аэропорта в свой отель, то проверок этих не было. Я вообще не понимаю, как это все делается. Дело в том, что без билета не зайти. Без билета не зайти на самом деле в метро и не выйти. Поэтому я не знаю, как тут люди ездят с зайцами. Приключение наше закончилось удачно. Рюкзак нам выдали. Сказали, что полиция забрала на проверку. Вскрывали, смотрели. Мы сейчас пересмотрели содержимое. Практически все, что было, там и лежит. Только я почему-то не нашла свои любимые очки Прада. Ну, может быть, я их куда-то приложила. Хотя, не знаю, может быть, взяли на прокат, скажем так. Ну, по большому счету, я очень рада. В качестве компенсации. Да, в качестве компенсации. Потому что я думаю, что здесь, в аэропорту, тоже все понервничали. Потому что посмотрите, как выглядит рюкзак. Он выглядит уже как бомба. Вот. Поэтому была одна надежда на то, что его все-таки в полицию заберут. И потом нам выдадут. Это мой любимый рюкзачок. Я люблю с ним в командировки ездить. Потому что здесь лежит зарядный. Все нужные вещи для того, чтобы делать качественную съемку для вас. Вот. А теперь мы выдохнули. Можно уже поехать пообедать. Мы договорились с одной из парижанок здесь сегодня посетить Лувр. Сегодня среда. И Лувр работает до 8.30 или 9.30? До 9.30. Поэтому у нас по плану следующее. Ну, то есть мы уже покатались тут, так сказать, на метро, на поезде. Да, решили сэкономить. В итоге, в общем, изучили подземку сполна. И всех зарубежных граждан, которые ездят здесь на метро. В итоге сейчас собираемся поехать ближе к отелю, потому что там самые приличные кафешки. Потом хотим в Нотр-Дам-де-Пари. Это мечта Владислава, нашего инженера, нашей компании интерьера, главного инженера. И потом уже, видимо, пойдем в Лувр. Причем мы хотим в Лувре не как все всегда смотрят Джоконда улыбающийся. А посмотрим интерьерную часть, потому что это по нашей специализации. Обязательно. Ну, все. Ой, в общем, я выдохнула, перенервничалась. Тем не менее, даже в нервном состоянии я для вас снимала там какие-то там еще моменты из жизни парижской. Вот. А теперь у меня уже хорошее настроение. И я думаю, теперь будет сегодняшняя съемка уже удачной, веселой, динамичной и интересной для вас. А вот за моей спиной еще интересная штучка. Можно вот таким образом крутить педали, да, и подзаряжать свою технику. То есть, тем самым вы занимаетесь спортом и заряжаете, там, не знаю, мобильные телефоны. Видите, как все продумано и интересно. Сейчас пойдем попробуем пройти по тому билету, который у нас был куплен. Мы же уже катаемся туда-сюда, все время покупаем билеты. Я хочу попробовать. Может быть, этот билет действует какое-то количество часов. И мы по уже оплаченному билету проедем обратно, вернемся к своему отелю. Если не получится, то придется стоять в большущей очереди и покупать снова билет. Очень сплошные приключения. Обнаружила для вас одну еще новинку. В Париже вот такие есть туалеты, как за моей спиной. Там вы видите очередь. Это бесплатные туалеты. И, ну, как бы приедете в Париж, имейте в виду, что можно ни в кафе, ни в ресторан заходить, если вам потребуется. Действует следующим образом. Очень-очень... Почему очередь собирают? Потому что действует долго. Кабинка, значит, на кнопочку нажимаешь, открывается кабинка. Ты туда заходишь. После того, как человек попользуется этой кабинкой, выходит. Кабинка опять закрывается. Там делается промывание. Ну, в общем, чистота. И после некоторого перерыва следующий заходит. То есть, ну, в принципе, в количестве пяти человек там стоять можно где-то полчаса. Но, тем не менее, вот я вам показываю интимные места Парижа. Парижа. Субтитры подогнал «Симон» 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 Да, правда, отсюда должны перенести очень много куда-то пригород, но вот самая основная такая инстанция главная, она останется. В заборе Нотр-Дам находится терновый венец, которому поклонялись все. Которому поклонялись и исторически известна, что эта реликвия известна с 4 века. Она была в 13 веке выкуплена у бизантийского императора, если я не ошибаюсь, и привезена во Францию. Ну, венец-то христа, да. А вот здесь часы 14 века сохранились. О, они сразу забили. Очень много административных зданий на острове Сите. И живых зданий, наверное, можно по пальцам пересчитать. И один отель только, наверное, или два. Отель даже не могу сказать, но ваш отель, по крайней мере, не на острове. Не на острове, да. Я говорю, там и отеля, видимо, нет. По-моему, я смотрела, рядом там какой-то был отель. Может быть, один или один есть. А это сено. Это сено, да. А вот там река какая? Это сено. А как она так? Она вот так. Обтекает остров Сиде. А это что за здание 19 века, да? Это все дворец правосудия, а вот эти четыре башни... А, это дворец правосудия тоже? Да, это тоже, он огромный. Ага. То есть вы можете его пройти насквозь, если не запутаетесь. Угу. И вы выйдете на стрелке, вот там, где мост, это самый старый мост через сено. Он называется, он полный мост, то есть новый мост. В 16 веке, когда его построили, он был самым новым. Но остался из тех, кто вышел, он самый старый. Угу. И вот эти четыре башни, это башни, которые остались с 14 века. От королевского дворца. В одной из них перед своей казнью, ждала своей казни Мария Антоновна. За моей спиной находится лувр. Этот фасад создан при Людовике XIV уже. Сейчас мы находимся в части, которые... в залах, которые посвящены французскому интерьеру 17-го, 18-го веков. Угу. И вот этот зал, это зал, посвященный так называемому великому стилю Людовика XIV. Вообще во Франции стиле измеряются Людовиками. И выдающимся мебельщиком в 17-м веке... Подождем поближе. ...был Шарль Андрей Буль. Ага. И вот эта мебель в особой технике выполнена, техника Буль. Берется лист, например, черепахового панциря, лист металла и, может быть, лист еще чего-то, да, какого-то другого металла. То есть это может быть два листа, два слоя, три слоя. И вырезается орнамент. Дальше они разъединяются и совмещаются, как бы, негатив с позитивом. Я поняла, один и тот же рисунок, как бы... Только фон из одного, а получается две... И потом одно в другое вставляется. И у нас, получается, два варианта рисунка. То есть вся мебель, кроме мягкой, это мебель в стиле Буль и выполнена самим Буль. А это что за предмет? Секретарь какой-то? Это... Я думаю, что правильно назвать его так. Кабинет написано. Да. И что это значит? Кабинет – это шкаф для хранения каких-то или документов, или драгоценных каких-то вещей. Изначально кабинеты были созданы для хранения коллекции. Это знаменитая мануфактура «До ла Савонри». То есть этот ковер создан для лобра. Для лобра, да. А это Людовик XIV, да? Король солнца. Король солнца. И известная его фраза «Государство – это я». Ковер выполнен из шерсти и льна. Очень красивый рисунок. На полу мы видим паркет, выложенный французской елкой. Да, это когда запиливаются углы по 45 градусов. В ближайшее время мы в одном из наших новых интерьеров под названием «Квартира в ЖК «Московский квартал» будем делать паркет с такой же укладкой. А это вот вентиляционная решетка. Она, видимо, из меди, да? Из латуни. Очень красиво. Здесь у нас уже XVIII век, и здесь стиль постепенно меняется. Здесь у нас раннее рококо. И вот если стиль Людовика XIV – это, скажем так, смешение классицизма с барокко, то есть там есть формы и строгие вертикальные прямые линии, то здесь мы постепенно видим, что линии становятся очень плавными. Эта экспозиция была создана в 2014 году. То есть до этого эти залы были закрыты. И все это делалось на деньги меценатов, в том числе Марка Бреге, тот же самый Пьер Фрей. Они предоставляли ткани. Здесь есть ткани из компании Пьер Фрей. О которой я рассказывала во влоге про Париж январь 2017 года. Ссылочку я для вас, ребята, оставлю в описании. Посмотрите. Стоило это, конечно, баснословных денег. То есть вот в прессе я нашла сумму 25 миллионов евро. И эту экспозицию составлял. То есть предметы, естественно, были собраны из коллекции в основном Лувра. А вот компоновал эту экспозицию известный декоратор Жак Гарсиа. То есть это тот же уровень, что Жан-Луи Данио. Очень известный декоратор, специализирующийся именно на исторических интерьерах. Мы знаем стиль барокко. Это более пышный, более помпезный стиль. С таким богатством форм. Рококо – это обрефленная барокко. И рококо, по-моему, стиль мадам помпадур. Да, это вообще стиль женский. И законодательницами мод были женщины мадам помпадур, графиня Дюбари. Это знаменитые фаворитки Людовика уже 15-го. И Мария Антуанетта. Несчастная королева, закончившая свою жизнь на эшафоте. В полном смысле слова мягкая мебель появляется именно в эпоху рококо. То есть это 18-й век? Да, это середина 18-го века. В это время особое внимание уделяется комфорту и созданию интимности, уюта. Секретарь тоже в это время появляется. До этого секретаров не было. Стены украшены, видимо, шпалерами. Я называю галереи габелленами. Но вот в те времена называли это... Надо знать, где они сделаны. То есть габелленовская мануфактура была создана как раз при ледуре 14-17 веке. То есть, если очень-очень правильно, то надо называть габелленами только то, только производство шпалера и производство мануфактуры габелленов. Красота-то какая. А с бриллиантами? Ну, что да. Вот, габеллены так. Все о настоящем. Это маркиза де Пампадур. Это знаменитая фаворитка ледуре до 15-го. Маркиза де Пампадур, покровительница искусств, наук. И просто красивая женщина. Золотая мельница для кофе принадлежала маркизе де Пампадур, да? И сделана она из трехцветного золота. То есть, золота трех цветов. Маникюрный набор. Футляр для иголок здесь. Здесь очень богатая коллекция мейсоновского фарфора. То есть, до середины 18 века фарфор привозили из Китая. И стоила она очень-очень дорого. И вот в середине 18 века европейцы, вначале в Германии, потом и во Франции, потом и в России раскрыли секрет изготовления фарфора. Вот этот комод, это уже французский лак. На гжель похоже, на русскую. На дельф считается, что... Хотя, с другой стороны, это может быть имитация именно китайских и японских вас. Они же тоже синие? Да, тоже синие с белым. Перед нами тарелка под номером 9. Да, если нужно найти какой-то зрительный пример, наиболее яркий для стиля рококо, то он перед нами. То есть, здесь изображена, ну, можно сказать, что это волна или это какой-то растительный такой, какой-то загнутый лист. Но, скорее всего, все-таки волна. И вот этот мотив очень часто используется в рококо. Я так понимаю, что не свойственно, как по классицизму, симметрии нет. И вот все вот эти вот завитки, они не повторяются. Да. То есть, поэтому... И вот здесь, например, вот эта вот супница, ну, скорее всего, салатница, да? То есть, мы полностью теряем форму, как растительный какой-то элемент. Обязательно динамика. Чашечка, вот интересная, под номером 5. Ручка в виде бабочки. Это севский фарфор, то есть, это уже фарфор, который изготовляли в окна. Мы находимся в ресторане. Мне это не произнести. Анна, которая нам сегодня прекрасную показала экскурсию, открыла для нас Лувр. Особым образом показала интерьеры французские, которые находятся в Лувре, но это не луврские интерьеры, да? Из богатых особняков собраны. Вот, сейчас нам пока привела в ресторан в стиле Арнуво, и мы будем есть, на самом деле, наверное, традиционную, считается, да, французская, традиционная французская кухня. Мы решили заказать такое блюдо, называется как? Блюдо с морепродуктами. Блюдо с морепродуктами, то есть, это на лед кладутся сырые, на самом деле, там и устрицы, и сики, улитки еще, ну, и вот креветки, много-много разных будет гадов морских. И с разными, ну, с усами это все, значит, употребляется. На самом деле, мы с мужем, когда приезжаем в Париж, всегда с удовольствием это блюдо кушаем и заказываем, но вообще это не для слабонервных. Русские люди не всегда могут есть сырые морепродукты, поэтому, когда вы приедете в Париж, обязательно попробуйте, но не факт, что это блюдо будет вашим любимым. Поэтому, а если вы уже были, то пишите в комментариях ваше мнение о такой кухне.